И о спорте. Хоккеисты Сепсельмаша после практически месячного отсутствия вернулись домой в Новосибирск, где провели очередной матч чемпионата Суперлиги против Казанского Динамо. О том, как это было, Константин Бухтатов. Впервые в этом сезоне нашей команде приходится играть в морозную погоду. На градуснике минус 20. На состоянии льда температура сказывается. Немного влияет она и на действия игроков. Конечно, неудобно. Лед, мяч скачет, лед крошится, коньки вылетают. Неудобно, конечно. Ключевым моментом могут стать стартовые полчаса матча. Пока казанские динамовцы привыкают к погоде, Сепсельмаш забивает трижды. Мечи на счету Руана Исалиева, Артема Вшивкова и Евгения Леонова. Правда, а затем почему-то замораживаются хозяева. И на перерыв команды уходят при счете 3-2 в пользу сибиряков. Вышли на первый тайм. Вроде забили так быстро. Три гола. Так же быстро мы их пропустили. Во втором поговорили с ребятами, чтобы попытались поймать на быстрых контратаках. В принципе, где-то это удалось. Второй тайм проходит на хороших скоростях и с приятным для Сепсельмаша раскладом. Новосибирцы забивают каждые 10 минут. Сначала Алексей Даровских благодаря все той же скорости укрепляет преимущество. Затем дважды отличается Павел Анисимов. Особенно красивым получается второй гол с передачи через полплощадки. Анисимов лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету уже 12 мячей в 10 играх. Тренер сделал какие-то поправки, добавили в скорости, сказал не подстраиваться по скорости. Ну и все, и довели до победы. В первом тайме имели также моменты. Не забивали, пропустили два бедных гола. Поэтому игра маленько так закачалась. Вышли в трон тайминг, нам три раз сказали, что нужно добавить в скоростях. Это мешало состояние поля, потому что берет перемороженное. Но забили удачные голы и довели мать до победы. Точку в матче ставит Сергей Ганн точным броском с углового. 7-2. Это самая крупная победа Сипсельмаша в 30-матчевой истории противостояния команд. Ты можешь играть так красиво, побеждает это футболе всегда сборная Германии. Поэтому вроде мы атакуем, пытаемся как-то атаковать. Раз смотришь на табло, а счет уже и поменялся, только не в нашу сторону. Вроде мы опять атакуем, а раз, а на табло счет уже в другую сторону меняется. В нынешнем сезоне дома Сипсельмаш не проигрывает. Возможность продлить четырехматчевую победную серию у нашей команды появится 22 декабря. В Новосибирск приедет Ульяновская Волга. Пока же сибиряки находятся на пятой позиции в чемпионате.